Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». 12.05 в Кирове продолжается программа «Дневной разворот», рубрика «Разворот на бизнес». Занько и Прохоренко в студии по-прежнему. Здравствуйте, все, кто только что подключился к нам. А говорим мы сегодня на тему перспектив развития внутреннего туризма Кировской области. Товар лицом, есть ли у Кировской области, что показать туристам. Есть соответствующий опрос на сайте, на который вы можете ответить, в том числе, что бы вам хотелось посмотреть в Кировской области. Давай я коротко подведу итоги. Да, может быть, уже известно. На сайте хакера.ру и в нашей группе ВКонтакте мы опрос следующим образом сформулировали, что вам хотелось бы посмотреть в Кировской области. На сайте постоянно меняется приоритет. Буквально пять минут назад лидировали Верхнекамские лагеря. Сейчас снова лидирует Великорецкий храмовый комплекс. Это лоббисты. Да, на следующие уже Верхнекамские лагеря, и далее Скалы Немды, и далее Смотреть нечего в Кировской области, и Котельнический динопарк. Дальше Воснецовские места по-прежнему ноль. На нашей группе ВКонтакте лидируют Скалы Немды. На втором месте по-прежнему Котельнический динопарк и Воснецовские места. Дальше Верхнекамские лагеря и Смотреть нечего. И на последнем месте Великорецкий храмовый комплекс. Вот таким образом. Давай напомним также, что у нас в студии Алексей Авершинин, заместитель представителя правительства области, который курирует вопросы развития инфраструктуры, туристской деятельности, международного и регионального сотрудничества. И присоединилась к нам Светлана Шилова, директор компании Мир Путешествий, которая занимается разработкой Малого Воснецовского кольца. Мы сегодня расскажем, что это такое. Я впервые узнала об этом. Начнем, наверное, с продолжения. Мы завершили прошлую половину эфира тем, что у нас все-таки есть программа в Кировской области. До 2013 года она была в рамках программы развития культуры. И есть, я так понимаю, наметки уже на ее продолжение. То есть там основа не поменяется. Давайте я уточню. В 2011 году была разработана и утверждена концепция создания туристско-рекреационных зон на территории Кировской области. Концепция все-таки это документ стратегического характера, и он не утратил актуальности. И уже в рамках практической реализации этих концептуальных основ была подготовлена и принята программа развития современного туристического комплекса Кировской области на 2009-2013 год. И в рамках уже этой программы проводились какие-то мероприятия. Вот что было сделано-то для того, чтобы туризм-то этот развивался? Действительно ли программа помогла привлечь большие туристические потоки? Работа была проделана большая, но надо признаться, что большого увеличения туристического потока это не повлекло. Поэтому мы проводим анализ, что было сделано не так, какие новые направления, может быть, есть смысл включить программу. И сегодня одним из, скажем, для себя основных направлений видим, например, формирование устойчивой связи туризма с вузами Кировской города Кирова, где бы мы могли все-таки на практическую и научную основу деятельности переложить эти, скажем, разработки. Мы сегодня говорим о том, что организация профессиональной подготовки и переподготовки кадров, мы сегодня не знаем, кто занимается у нас этим бизнесом, какие гиды, например, у нас есть. Руководители агентств гиды, да? Мы можем проводить курсы повышения квалификации, обучающие семинары в сфере туризма и сервиса. Это уже были проведены переговоры с ПЕДом, да? Да, конечно. С нашим государственным гуманитарным университетом эти разговоры проводились. То есть мы понимаем, что люди готовы на научную основу развития туризма, скажем, взять, подключиться к этому. Мы сегодня говорим о том, что хотелось бы проработать вопрос о возможности включения в перечень объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и храмовый комплекс села Великорецкой, связанный с ним, Великорецкий крестный ход, и котельническое месторождение париазаров. Тем более, что вот разговаривая с коллегами, они позиционируют Кировскую область, говорят, ну вот у вас там крестный ход, огромное количество паломников, каждый год приходит, это даёт популярность определённую Кировской области. — А что нам даст попадание в списки ЮНЕСКО? — Если мы сможем разработать концепцию единого бренда Кировской области, там Вятского края, на основе каких-то уникальных характеристик области, то это будет узнаваемость уже не такая, как он спросил у коллег, а как вы знаете Кировскую область, что там. — Подготовился, опрос провёл, да, ну и вот игрушка Кировская и Великорецкий ход. — Как вариант, это наиболее часто упоминающаяся Кировская область, что это, как вы ассоциируетесь с Кировской областью. Но это тоже нужно, скажем, на научном подходе, такой купольный бренд разработать, то есть как считаем. Вот коллеги из Коми-республики, например, в качестве бренда, насколько я понял, по их концепции взяли экологический туризм, экологическая привлекательность, экологический край. — Коми-гребной край. — Да, грибной край. — И сейчас этот бренд будут продвигать. Вот такого единого бренда нет. Это нам кажется, что нас там узнают подымковские игрушки, кто-то скажет «Великорецкий крестный ход». А если спросить, что заставит жителей соседних регионов ехать к нам, да, вот специалисты в этой области, может быть, и узнают. — А вот мы сейчас спросим у Светланы, чтобы подключить её к разговору. Свет, как ты считаешь, мы просто со Светланой, как выяснилось, давно знакомые, однокурсницы, ездить геофаг месяц и заканчили. Свет, скажи, пожалуйста, тебе в твоей работе помогло бы существование единого бренда, туристическая Кировская область, вот узнаваемость? Как ты думаешь, наши соседи, они что-нибудь про нас знают? Что их тут привлекает? — Я не думаю, я точно знаю, что знают про нас наши соседи. Практически ничего не знают. Когда мы с этим столкнулись и начали развивать туризм в Кировской области, когда начали привлекать сюда туристов, активно обзванивать другие города, общаться с другими турагентствами, общаться со школами, то мы поняли, что ничего они про нас не знают. И когда мы начали им предоставлять свой готовый туристический продукт, и когда они начали к нам ездить, они сказали, да, у вас здорово, у вас классно. А почему вы раньше нам этого не говорили, раньше не посылали нам эти продукты? — То есть вот о том, что у нас Кировская область вообще связана как-то с Воснецовыми, они узнают уже, когда приезжают к нам. Да, правильно сказал Алексей Александрович. Они знают про Дымковскую игрушку, они знают там про Матрешку, про Крестный ход знают Великорецкое. Но вот про Воснецовых мало кто знает. И вот когда сейчас к нам приезжают группы, мы сейчас занимаемся приемом туристов, Екатеринбург, Омск, Нижний Новгород, вот сейчас к нам много приезжает человек. Они узнают от нас именно тогда, когда мы им посылаем маршруты прописанные, они тогда об этом во всем узнают. — Светлана, а как так получилось, что вообще турагентства, они не формируют сами пакеты, да, они продают уже готовые продукты. — По идее, должны быть. — Да, а здесь получилось, что вы выступаете в формате туроператора, переключились на эту работу и предложили свой продукт, проработали свой продукт, сейчас продвигаете его на межрегиональный уровень. С чего все началось? — Со спроса, началось все со спроса, то есть вся Россия стала переходить на внутренний туризм и поняли, что нам тоже это надо делать. — Это сколько лет назад, Свет? — Начали переходить на внутренний туризм, ну буквально вот Ашичи вот мы начали заниматься, ну года три назад. — Уже, уже три года. — Да, да. — То есть вот, а возить, принимать группы, ну я конкретно могу про свое турагентство сказать, возить, принимать группы, ну года два мы начали. То есть вот спрос все растет, растет, растет. — А что для этого нужно было сделать? Ведь эти места, Ашич, Лапьял, Рябово, они существовали всегда, да? И, собственно, ну в Рябово там что-то было перестроено, что для этого нужно было сделать? Для того, чтобы туристы поехали и узнали. И для того, чтобы туристов можно было принимать на Малом Воснецовском кольце в частности. — Наверное, люди там должны быть на местах, которые хотят это развивать, которые понимают, что это важно, что это надо. — То есть вот Алексей Александрович говорит, люди есть, энтузиасты, краеведы, но турист приедет, он, во-первых, не знает ничего об этом, во-вторых, он не знает, куда адреснуться и кого спросить. То есть должен быть продукт, оформленный пакетом? — Должен быть продукт, оформленный, конечно. Вот чем мы сейчас и занимаемся. То есть вот мы сейчас конкретно занимаемся ничем тем, чем должны бы мы заниматься. То есть мы должны бы уже, по идее-то, продавать уже сформированный туристический пакет, продукт. А вот мы конкретно сейчас прямо прописываем по пунктам, там, во столько приехали, туда поехали, там, это посмотрели. То есть все привязки к кафе, столовое, там, место проживания. То есть вот мы это формируем. Для того, чтобы это сформировать, надо сначала встретиться с краеведами, поговорить, узнать, где, что у нас, какая земля, что интереснее будет слышать туристам. То есть вот я считаю, что это должно было бы уже быть, это уже должен быть продукт. И мы его уже должны были со своей точки зрения, со своей стороны продвигать. То есть мы продвигать-то умеем. Нам бы надо, чтобы хотя бы нам его дали. Но так как его нет, поэтому мы от начала и до конца это все прорабатываем. Поверьте, это очень тяжело. Вот на ваш взгляд, сейчас в Кире, и уже говорилось в одном из эфиров, готовится несколько таких продуктов. В частности, вот прогулки пешком по вятке. Или будет переформатироваться именно в коммерческий уже продукт, который будет предлагаться туристам. Вам удобнее будет продавать его в другие регионы? То есть вы продаете Малое Васнецовское кольцо, как вид познавательного туризма. И одновременно несколько предложений пешком прогуляться по вятке, узнать о старой вятке, один из маршрутов. У нас это все есть. Вот мои маршруты прописаны. У нас это все есть. И не только даже пешком по вятке. У меня есть связь с директором Дома музея Хохрякова, который очень хорошо проводит маршруты часовые по городу. Именно не просто по городу, а именно по васнецовским местам. Мы смотрим архитектуру, знакомимся с тем, кто проживал в этих домах, как были связаны эти люди с васнецовыми. То есть даже в более узком варианте. Знаете, я когда созванивалась как раз сегодня, выведем на связь Валентину Ярославцеву, директора туристического агентства ТРИО. Я когда стояла в нашей с тобой любимой гимназии, где учатся наши дети, и смотрела, что вывешивается, предлагается классам, куда поехать, я видела, что там не твое агентство висело, а агентство ТРИО висело. Я просто пока ждала, ознакомилась. Там два таких разворота, два листочка. И на одном листочке Нижегородская область, где красиво все прописано, понимаешь, маршруты. Туда, туда, туда. Мы классом едем нынче как раз. Вот, Нижегородская область. Маршрута, Семенов, Городец, Кремль. Смотри, все прописано, стоимость понятна, комплектация групп понятна. И рядом висит листочек Кировская область. И там у меня такое ощущение, что это набросок просто. Понимаешь, вот вообще непонятно. А что за стоимость? И почему она такая? Где-то есть, где-то нет. Можешь посмотреть. У меня полностью все здесь, вот в данных, например. Вот я просто специально с собой сделаю. Сейчас Алексей Александрович как раз смотрит. Да. Однодневные маршруты, двухдневные маршруты, трехдневные. И самый длительный, четырехдневный маршрут. Четырехдневный маршрут, это где мы смотрим, значит, город Киров. Потом во второй день мы едем в Рябово. В третий день мы едем в Слободской. В четвертый день мы едем в Ошей. То есть великолепный маршрут. Надо все-таки понять, вот смотри, в структуре твоего бизнеса, если мы будем говорить о внутреннем туризме, имеется в виду о российском, все-таки больше групп ты отправляешь в соседние регионы или принимаешь в Кировской области? Вот сейчас, наверное, может быть поровну, но вот в последнее время тенденция наметилась, именно вот звонки идут, идут запросы из других областей. Почему? Потому что вот, например, эти же нижегородцы, последний раз, когда к нам обратились, кстати, очень большая организация, Росатом, их едет 40 человек, взрослые едут. Они сказали, мы ездим мимо вашего города очень часто и никогда не знали, что у вас можно что-то посмотреть, что у вас так интересно. Вот какая ситуация. У нас на связи сейчас, насколько я понимаю, Валентина Ярославцева, это как раз то самое туристическое агентство ТРИО, о котором я сказала, вот так мы с ней познакомились буквально. Да, Валентина Петровна, алло. Да, да, я вас слушаю. Да, Валентина Петровна, я знаю, мы предварительно с вами созванивались, что уже 8 лет вы работаете на туристическом рынке города Кирова, Кировской области, и вообще 70% как раз вашего бизнеса связано именно с туризмом в России. Скажите нам, пожалуйста, вот сейчас, вот последний вопрос, который вашей коллеге Светлане Шиловой задавали. У вас в структуре вашего бизнеса сейчас, чего больше, групп, которые вы принимаете в Кировской области или которые отправляете за пределы области? Ну, на вас на сегодняшний день, получается, пока отправляю. Отправляю по направлениям. Это связано с чем? Почему больше людей едет все-таки вовне? Ну, больше людей ездит. Вот в данный момент получается такая картина. Сейчас у нас впереди каникулы. Я очень много и очень сильно работаю именно со школьными группами города и области. И у нас вот на этот период, в данный момент, есть очень большие предложения для школьных групп. Есть схемы различные. Нет, это понятно. Почему в другие регионы, а не по области, хотя вроде как в области тоже места аттракции много? В области я работаю по пяти направлениям, в области у меня тоже ездят. Но у меня в области в основном здесь тоже школьные группы. Почему все-таки в приоритете соседние регионы, а не Киров у этих групп? Они же делают выбор. Дело в том, что есть у нас, знаете, все равно, я считаю, как город Киров и Кировской области, все равно немножко как бы депрессивный регион в этом плане, ну, в денежном выражении. Поэтому мы, в первую очередь, я, конечно, предлагаю, всегда предлагаю... Нет, подождите, извините, пожалуйста, извините, пожалуйста, Валентина Петровна, я не поняла. Вот есть группы, у них есть деньги, но делают они выбор в сторону соседнего региона, а не потратить здесь Кирове. Почему? У нас в каникулярном время в основном школьные группы все ездят именно по регионам. А почему они едут в соседний регион, а не в Кирове? Почему? Не по Кировской области, не цели. Ну и по Кировской области тоже ездят, но меньше. Да, и почему же такая ситуация складывается, что меньше? Вот не знаю почему. Наверное, мы плохо работаем со школами, я считаю. Вы со школами или в школе мало говорят о том, что у нас можно посмотреть или родители знают? Мы в школе мало говорят, и мы со школами плохо работаем, руководители именно турбизнеса, потому что наш продукт вообще очень плохо знают. Я часто выхожу в аудитории, часто выхожу в взрослой аудитории, в школьную аудиторию, работаю с завучами, в школьной классной работе, на директоров выхожу. Давайте мы сейчас сравним продукты, которые предоставляют наши коллеги, пускай та же Нижегородская область, Пермский край, Мариэл, Удмуртия, и то, что можем мы сейчас предоставить. Есть ли продукты, которые могут сравниться по подготовленности, цене качества и так далее? В Кировской области есть ли такие продукты? Вы у меня спрашиваете? Да, конечно, есть. Я всегда предлагаю, даже за границей предлагаю нашу дымковскую игрушку. Нашу дымковскую игрушку можно здесь представить, знаете, целый бренд можно сделать по дымковской игрушке. Дело в том, что у меня еще переезжают семьи из других регионов. Вот недавно была семья из Тулы, переезжали на двух джипах, и я с ними работала целую неделю. А что они смотрели? Мы с ними смотрели, я им предварительно перед этим предлагала наши программы, какие я предлагаю. Из этих я им предлагала 15 программ, из 15 они выбрали 5. Что они выбрали? Что вы смотрели с ним? Они выбрали в конечном итоге одну программу. Да, что смотрели? Все предприятия, которые я им показываю, ну, конечно, мы начали с обзорной экскурсии по городу, по старому городу. И вот остальные все, вот дымковскую игрушку, все, что я им предлагала, все предлагалось им обязательно с мастер-классами. Потому что я считаю, что мастер-класс это смотреть одно, а делать когда руками. Да, я прошу прощения, Валентина Петровна, мало у нас времени. Давайте закончим сюжет с этой семьей. Почему эти люди вообще приехали в Кировскую область и вот заявку свою подали? Они что там, у них какие мотивы? Они ездят по стране? Они вообще любят Россию, очень любят ездить по России. Кирова они еще не... А в Кирове ни разу не были, просто Майданы им дали в Москве, они на какой-то конференции, муж был. И вот они на меня вышли. Представляют ли эти люди, что такое вообще туристический бренд Кировской области? Вот что у них в головах в первую очередь возникает, когда они вот... У них вначале ничего в головах не было. Когда они отсюда уезжали через пять дней, они сказали, мы ваш город ставим на первое место. А что больше всего понравилось? Да, им все понравилось. Вся организация, что им было предложено, все им понравилось. Качество, что было проведено, как было проведено, в какой форме, в плане доступности, все понравилось. Все понятно, спасибо. Валентина Петровна Ярославцева, директор туристического агентства ТРИО. Но мы, по крайней мере, видим, что люди сейчас интересы растет. И частным порядком, там семьями ездят, и группами, в общем-то, он точно есть. Пока у нас... Да, вот поставили в тупик вопросом о том, а почему ездят в Москву, в Санкт-Петербург, там, и почему меньше ездят в Киров. Ну, понятно, что у нас все-таки существует несформированность имиджа Кировской области, как туристического региона, ни на российском рынке, ни на международном рынке. Мы это прекрасно понимаем. Поэтому, понятно, в Москве большое количество музеев, в Санкт-Петербурге большое количество музеев, различные программы. Но, в общем-то, мы все считаем, что хотим куда-то уехать и посмотреть, а как там. Там всегда лучше, мы считаем, чем здесь. Для того, чтобы помочь как раз вот таким туроператорам, туристическим агентствам, мы хотели бы сформировать уже готовые туристические продукты для того, чтобы у каждого жителя Кировской области был выбор. И они будут направлены на разные категории людей. Вот сегодня в основном говорим о школьниках, о школьных группах, которым нужно занять себя в период каникул. Мы же хотели бы, чтобы каждая семья, например, семейный бизнес, чтобы у человека была возможность в выходные дни не только поехать в Порошино традиционно, в Дендропарк или в Дендрарию наш погулять, а чтобы мы могли предложить, как провести два выходных дня здесь, именно внутри Кировской области. Вот такие интересные маршруты. А все остальное это уже проговаривали, и мастер-классы, и предприятия, производители Кировской области. Вот эти маршруты будут подготовлены. И, может быть, что самое главное, подготовленные маршруты с конкретной стоимостью, с временем выезда. Мы эту информацию разместим на всех информационных стойках и в гостиницах, в санаториях, в базах отдыха. И, естественно, предложим этот готовый туристический продукт уже нашим туроператорам, которые могут по этим маршрутам приглашать гостей. И вот как традиционно звучит, спрашивают, а что понравилось? Говорят, все понравилось. Как принимали, понравилось. А что у вас посмотреть? Все у нас красиво. Вот чтобы так оно не звучало, мы даем право выбору и каждому жителю Кировской области, в том числе нашим гостям, по тем направлениям, которые они хотели бы посмотреть. Есть интерес к Куснецовскому, Горябову? Пожалуйста. Есть интерес к Кашетилу, Апьялу? Пожалуйста. 708-502, номер телефона прямого эфира. У нас слушатель на связи. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, и ваше мнение. Сергей Кирович Петк. В 2013 году я заехал на заправку и взял буклетик. Там были достопримечательности Кировской области. Мы выбрали озеро Шайтан, Уржумский район. И как вы добирались туда? Там же нет подъезда автомобильного? Ладно, мы выехали в 10 часов. Там не то, что подъезда нет. Там ни указателей, ничего нет. Мы до Уржума доехали, спрашивали у населения, как добраться туда-сюда. Нас посылали. Я все поля там перепахал. Вот так мы и не доехали. Приехали обратно в 12 часов ночи. Все. Короче, не нашли это озеро. Да. Скажите, пожалуйста, вы-то вообще, в принципе, готовы бы путешествовать на выходных днях по Кировской области? Ну, так вот. Чего нам не хватает, чтобы это было приехать в Кировскую область? Я готов был, но я приехал, говорю, туда. Там ни указателей, ни направлений, ничего нет. Навигатор невозможно забить. Мы там все поля перепахали. Все понятно. Спасибо. Спасибо большое. Мне просто вспомнилась история, когда мы переехали сюда только в Кировскую область. С своей семьей у нас традиция была ездить в Белоруссию к родственникам на машине. Мы поехали через Уржум. Мы не доехали до трассы. Ну, сейчас-то хотя бы до трассы можно доехать. Но просто, видимо, не очень далеко ушли в смысле доступности объектов туристических. Вот то, о чем мы говорим. Если просто говорить о наших красотах, вот информацию, которую взял на заправке, что вот есть такое озеро, выбрал для себя, ух ты, интересно, поеду. По GPS-навигатору. Но если маршрут сам не разработан, если нет понятной и правильной навигации туда, вот те сложности, с которыми человек сталкивается. Думаю, теперь не будет просто брать информацию о красотах Ветского края на заправочной станции, а те продукты, которые мы сформируем, естественно, и будут из навигации. Алексей Александрович, между прочим, эта продукция, которая на заправочных станциях Лукоэла размещалась, это была продукция Туристко-информационного центра. Хорошо. Вообще интересно, что происходит с сайтом VisitKirov. Он в каком-то замороженном бета-тестировании сейчас. И, насколько я помню, там были не продукты, а были именно места артеракции, гостиницы. А сейчас даже это не работает. Перспективы-то есть развития у этого сайта? Не готов сказать. Я знаю, что сайт работает, информация вся есть. Мне докладывают о том, что там большое количество информации, удобства или неудобства сайта. Здесь уже нужно смотреть с пользователями. Свет, как ты считаешь, если бы у нас был такой серьезный продукт, который сейчас разрабатывается, вот этот самый информационный сайт Туристко-информационного центра, где все продукты, все агентства были бы собраны, он был бы интегрирован в разные системы, которые там есть в России, в том числе и в соцсети. А у нас много сайтов, созданных энтузиастами, где был, и описание. Это помогло бы тебе в твоем бизнесе, в продвижении твоего продукта? Конечно, безусловно, безусловно помогло бы. Я как раз хотела об этом сказать. Это обязательно надо делать. Так же, как и обязательно надо делать ездить на выставки, на региональные выставки, на выставки в Москву по продвижению внутреннего туризма. И мы должны там стоять. И было бы очень хорошо, если бы нам предоставляли там бесплатные места. — Этого сейчас не происходит пока. — Нет, конечно, нас туда никто и не зовет. Когда вот если говорят, что там есть стенд нашей... Я, правда, не видела, но есть говорят, что стенд Кировской области. И если бы нас туда приглашали, мы бы там со своими продуктами стояли, это было бы совсем другое. И Москва — это одно дело, а другое дело — это регионы. Вот в регионах, где тоже организуются такие же выставки, это великолепно. Нам там надо стоять обязательно. — Алексей Александрович, есть что сказать. — Мы планируем провести в этом году дни Кировской области в Пермском крае, Нижегородской области, в Удмуртии. И подали заявки для участия предприятий в основном пищевой промышленности, перерабатывающей промышленности. И, к сожалению, нет одного туроператора, который бы хотел представить Кировскую область. — Вот есть Светлана. Поэтому обязательно включим вас вот в этот перечень и будем обмениваться, тем более на сопредельных территориях, с нашими соседями туристическими и маршрутами, и туристическими группами. Тем самым, думаю, что интерес мы только подогреем. — А когда вы ближайшие дети дни Кировской области в Пермском крае? — В апреле месяце мы планируем в Нижегородской области в Пермском крае и осенью в Нижнем Новгороде и в Удмуртии. — Светлана Шилова, директор компании «Мир путешествий», приглашена на дни Кировской области в Пермском крае со своими туристическими продуктами. Свет, я хочу взять с тебя обещание. Ты человек очень грамотный, говоришь, хорошо, ты будешь выходить с нами на связь и рассказывать, как там вообще. Ладно, договорились? — Если меня туда возьмут, обязательно. — Вот Алексей Александрович сказал, что приглашает. Мы сейчас уйдем на короткую рекламу, после чего свяжемся с Ольгой Лобастовой, директором Центра активного отдыха «Летучий корабль». Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжается программа «Дневной разворот». Разбираем по косточкам внутренний туризм. Кировской области, 708-502, номер телефона прямого эфира. У вас есть еще возможность внедриться в наш разговор. Правда, он плотно так у нас проходит. Много с кем мы разговариваем. Сейчас на связи мы рассчитываем... — На Ольгу Анатольевну Лобастову. — Да, на Ольгу Лобастову. — Я пока замечание сделал. У нас был Сергей на связи, который рассказывал, как он не мог добраться до Ольга Шайтан. В Европе обычно ставятся значки, указатели, и это все делается как раз государством, насколько я понимаю. — Государством. У нас появились первые значки в городе Кирове не так давно. — Да это Бог, чтобы они по области тоже появились. У нас на связи Ольга Анатольевна Лобастова, директор Центра активного отдыха «Летучий корабль». Ольга Анатольевна, добрый день. — Здравствуйте. — Я знаю, что вы в Питере представляете, как раз сейчас в том числе Кировскую область презентуете. Но вопрос у нас... — Да, завтра будет презентация. — Вот какой. Вы известны поляной сказок и всемирными сказочными играми, в которых первые организовывали, затем активное участие принимали. Но хотелось бы поговорить о тех турах, которые проводите по области байдарочных турах. Потому что мы будем связываться с главой советского района Андреем Тихомировым сегодня тоже. Попытаемся, по крайней мере. Вот насколько сложно бывает организовывать подобные туры? И с точки зрения муниципалитета есть ли какая-то поддержка или она необходима? — Ну, мы уже 8 лет занимаемся водными турами. И, в принципе, у нас никогда не было никаких конфликтов и вопросов с администрацией советского района. Мы очень плотно работаем с администрацией пижинского заказника. У нас хорошее сложилось сотрудничество. Мы, например, обеспечиваем пиломатериалы, а они строят какие-то объекты типа причалов и биваков. То есть, да, мы совместно вывозим мусор. Я очень рада, что и у них вот такое понимание, что на этой территории обязательно должен быть организованный туризм. И вот мы стараемся со своей стороны тоже не навредить этой территории, потому что нам всегда еще возвращаться. — Ольга Анатольевна, меня зовут Светлана Занько. Я ведущая программы вместе с Олегом Прохоренко. Была у вас пару лет назад на Байдарочном туре, выходного дня. Я помню, что в составе группы, ну, дай бог, 30% было кировчан, остальные уже все приезжие. Люди из Москвы, из Петербурга. То есть, я не знаю, этот ваш продукт, я вижу, что он такой вот на всю Россию теперь известный. Скажите, вы готовы принимать больше потоки туристов вот именно в Байдарочные туры? И что для этого нужно, чтобы там увеличить этот поток? Или он сам по себе уже разрастается, и у вас как-то так все идет? — Ну, у нас в этом сезоне прошло более тысячи туристов по Байдарочным турам. Мы пока не планировали увеличивать количество флота, потому что все-таки, наверное, нагрузка на эту территорию должна быть дозирована. Но, например, материальные ресурсы и людские, они найдутся. Ну, бывает уже тесно просто на той стоянке, которая является самой главной, самой желаемой на скалах. И кроме нас, там ведь стоят очень много других туристов, самодеятельных, так называемых диких. И, конечно, мы-то готовы, если бы мы были там не одни. Все-таки люди, которые приезжают туда на машинах отдыхать, тут, может быть, там будет слишком много территории. А, наверное, все-таки природоохраняемая должна иметь какое-то ограничение по количеству. Хотя люди, которые приезжают в организованных группах, которые проходят экскурсии, слышат, что это за места, может быть, какие-то подробности этих исторических фактов, легенд, геологической информации об этом месте. Конечно, они больше удовольствия получают от путешествия. Ольга Анатольевна, а есть ли еще какие-то места, которые вам были бы интересны, чтобы оформить их в продукты по Кировской области? Присматриваетесь ли к другим направлениям, к другим маршрутам? Именно, чтобы предложить, в том числе вовне, для внутреннего въездного туризма? У нас, кроме Пижинского заказника, в Советском районе есть еще Вятка. От Петропавловска до Лебяжья тоже очень хороший. Это уже известное, а новенькое что-нибудь? Новое. Ну вот, к сожалению, у нас другие маршруты, они очень зависят сезона. Мы в начале сезона, пока высокая вода, проводим еще походы по Белой Колунице и по Великой. Но в середине лета они уже недоступны. Да, это мы знаем. То есть, в этом году вы готовы работать в стандартной схеме? То, которую уже отработали, и четко она, да, и видите ее эффективность? Ну, да, это, конечно, самые эффективные маршруты. Есть эксклюзивные маршруты, которые мы делаем по запросу. Это река Пижма, река Пушма. Но вот это уже такие, скажем, не самые массовые. И для сборных групп, для иногородних туристов мы это, наверное, пока не готовы предлагать, потому что тут группы набрать будет сложнее. Есть ли ощущение, что сейчас спрос повысился на ваши услуги? Да, есть ощущение. И не только на Байдарочной, но и на посещение заповедника сказок, на наши туры, туры выходного дня в Кирову. Ресурсов хватает, чтобы принять все заявки? В январе было непросто. Это было, конечно, на пределе возможности, когда мы принимали два турпоезда. Но тут хочу сказать, что сработали все очень дружно. И начиная от администрации вокзала до общепита, транспортников, музеев, было ощущение, что мы все работаем дружно. А какие-нибудь структуры, которые работают в областном правительстве или при областном правительстве, тот же культурно-туристский центр, он вам в помощь? Ну, в принципе, я надеюсь, что они будут продвигать и наши туры тоже. Понятно, я поняла. Спасибо большое за комментарий. Спасибо вам большое. Всего доброго. Ольга Лобастова, директор Центра активного отдыха «Летучий корабль». И очень хочется успеть связаться с Андреем Тихомировым, главой Советского района Кировской области. Потому что надо сказать, что в Советском районе в этом году планируются еще новые продукты создать. Туристические, в которых мы тоже будем участвовать. И ты, Олег, и я велосипедный маршрут. И мы попробуем создать такой маршрут, поскольку у нас все-таки велотур 2015 запущен. Сейчас, наверное, подробно не будем об этом говорить, но мы уже сталкиваемся с тем, что нам необходима поддержка муниципалитета в любом случае. У нас на связи Андрей Тихомиров. Андрей Владимирович, добрый день. Это глава Советского района. Да, да, здравствуйте. Сейчас мы говорили с Ольгой Анатольевной Лобастовой как раз о сплавном туризме по реке Немде. Ваш район в этом плане очень интересен. Да, это искальный комплекс Пижамский заказник и Петропавловская. На ваш взгляд, на сегодняшний день, насколько инфраструктура в районе соответствует тем запросам, которые есть от туристов? И тем потокам, которые сейчас туда идут. Давайте я коротко скажу. На территории Советского района, касаемо пансионата, в наследии еще работают около 5-6 гостиничных комплексов. Дальше около 20 кафе, которые обеспечивают и население города, и поток туристов, которые летний период населения увеличат до трех раз. Ну и, соответственно, благодаря развитию туризма, особенно там геолого-ботаническому комплексу Камень, наследие у нас и количество торговых точек увеличилось. Поэтому я считаю это большой стимул и на данный момент, пока мы справляемся с потоком туристов. Андрей Владимирович, расскажите, пожалуйста, вот если этот поток увеличится, нагрузка на вас, на вашей работе, это как скажется? Население, понятно, будет радо, наверное, да, но еще больше бизнес может развернуть. А администрация, это какие заботы? Для администрации, например, создаем условия, это дополнительный приток финансирования. Каждый рубль, вложенный туризм, возврат идет где-то три, это через магазины, торговые точки и так далее. Но это, соответственно, для нас дополнительно и дороги, которые мы должны будем подготовить, ну и площадки и так далее. Но, помимо этого, ведь не только, что вы сказали в советском районе, еще туристические услуги существуют. Если бы вот дали возможность, я бы вам еще бы перечень услуг сказал, которые есть у нас на территории советского района. Но в данном случае мы акцентируемся именно на туризме. Рассматриваете ли вообще туристский кластер с точки зрения перспективного? И есть ли какая-то программа или наметки программы по ее развитию? Именно с точки зрения, что вот эти дороги в первую очередь нужно отремонтировать, потому что летом будет поток туристов. Что вот здесь нам необходимо несколько точек общепита выделить, возможность для предпринимателей открыть? Ну, по этим всем направлениям, в принципе, у нас они совпадают и с автобусными маршрутами по территории советского района. И основная наша задача поддержания их в проезжем, даже в хорошем состоянии. Да, действительно, мы приоритеты ставим для посещения этих мест. Потому что, помимо геолого-потанического комплекса, у нас еще на территории еще около 17 памятников природы. И поэтому доступ гражданина и туриста должен быть беспрепятственный, и мы этому содействуем. Спасибо большое за комментарии. Андрей Тихомиров, глава советского района Кировской области. К сожалению, у нас остается две минуты до завершения эфира. Поэтому есть о чем говорить. Мы будем поддерживать эту тему в этом году очень интенсивно. Будем здесь встречаться, обсуждать еще не раз. С нашими гостями встретимся, а я подведу итоги нашего опроса. На сайте эхокиров.ру и нашей группе ВКонтакте мы задавали вам вопрос. Что вам хотелось бы посмотреть в Кировской области? Значит, ВКонтакте по-прежнему лидирует Скала Немды. Вот то, о чем мы сейчас говорили, Советский район. На втором месте Воснецовские места. Хорошо, что мы о них поговорили. Смотрите, Воснецовские места вырвались вперед. Далее Котельнический единопарк. И дальше Верхнекамские лагеря. Смотреть нечего и Великорецкий храмовый комплекс. А на сайте эхокиров.ру по-прежнему лидирует Великорецкий храмовый комплекс. На втором месте в Кировской области смотреть нечего. Вот ничего себе. Я надеюсь, что для наших гостей сегодняшних, я напоминаю, что в студии Алексей Вершинин, заместитель председателя правительства области, который курирует вопрос развития инфраструктуры туристской деятельности. И Светлана Шилова, директор компании Мерпутешествия, которая разрабатывает Малое Воснецовское кольцо. Светлана, я тебе обещаю, что я тебя приглашу, и ты расскажешь поподробнее. Кстати, можно там на велосипеде по этому кольцу проехать, скажи? У нас по Ашете, я вот уже разработала порядка пяти маршрутов, потому что я сама там езжу везде на велосипеде. Вот если говорить по Ашете, то да. Тогда точно встретимся. Я надеюсь, что программа наша была полезной в практическом отношении. Последний вопрос, Олег, ты подготовил традиционный, нет? Да, но есть традиционный вопрос. Все-таки, что показать в Кировской области туристам уже сегодня, уже сформировано? Это маршруты по городу. К лету будут готовы с полной навигацией, чтобы не возникало таких проблем, как у звонящего в студию. У нас тут не было озерша и там. Да, это традиционно. Мы делаем привлекательный Великолепский крестный ход со всем комплексом. Это Динопарк. Это те, кто будет у нас по дороге в Татарстан, в Вятских полянах, музей Шпагина, великолепный музей. Конечно, и Малое Васнецовское колецо, то, что занимает Светлана, и сама усадьба в селе Рябово. О которой мы говорили уже. Плюс все мероприятия, которые мы проводим в части событийного туризма. Это и Стабенский огурец, это и всемирные сказочные игры. И очень интересная идея, на мой взгляд, интересная идея, она найдет успех. Это все-таки гастрономический туризм и, возможно, День молока в Кировской области. Мы говорим о том, что у нас в Кировской области много больших надоев, что это значит большое употребление. Мы с Кировской области будем сейчас конкурировать в этом смысле. Да, совсем, даже с Израилем. На этой ноте? На этой ноте мы прощаемся, но не расстояемся, потому что о туризме будем говорить еще не раз. Я думаю, что у нас, у меня такое ощущение складывается, что вообще в Кировской области этот год пройдет под знаком туризма. Туризма. Итак, это был разворот на бизнес с товар лицом. Есть ли у Кировской области, что показать туристам? Стенограмма нашего эфира в ближайшем номере о газете «Бизнес-новости». Встречаемся здесь, в этом же составе, я имею в виду Олега Прохоренко и себя, через две недели. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»